Поле лютиков. Желтое, желтое. И над ним сотни стрекоз летают. 6 июня. 11 часов где-то. Мы уже в пути километра 3 прошли. Идем сегодня в дальний поход. Желтое поле. И у края там фиолетовое. Красиво, да? Начали цвести люпины. Здесь потом будет огромное множество люпинов. Каркают вороны. Мы их спугнули. Здесь они купались. Целая семья из пяти детенышей, видимо, и родителей. А впереди коровы пасутся. Один бычок вон туда убежал. Видно, не видно. И вот этот пастух ходил за ним. А нам надо сворачивать как раз где коровы. Впереди пастушеская собака. Они ходили бычка проверять маленького. Пастух ушел вперед, а собака на нас смотрит, стоит. Интересуются, кто такие. Лес, поле. Желтенькими лютиками какими-то цветет. А мы вот спускаемся в речку, в эту, которая пересохла. Вот речка. Если что, здесь можно будет воду набрать. Супы здесь меньше всего. Так, прошли речку эту. Сейчас мы вылазим в гору, и будет капец. Там стадо коров. Ой, как вкусно пахнет. Кстати, шиповник цветет вон. Ну-ка, ну-ка, где они? Вон они, впереди. Пошли налево, да. В пяти метрах от нас. Блин, мне так нравится. Они такие все добрые в деревне. Все здороваются, улыбаются. Не то, что, блин. Так, вот где-то здесь. Я не помню, вот здесь, прямо туда. Короче, идем по бездорожью. Прямо по этим кочкам. Под ногами Рытвины и Ухабы. Сейчас, потому что тропы вообще не видно. Я чисто по карте ориентируюсь. И где-то здесь должна быть тропа. О-о-о. А где она, тропа? Я чисто только по карте иду. Нам бы на нее встать, на тропу, и там уже было бы легче. А то вот видите, что под ногами? Рытвины по 30 сантиметров, по 40. Видите, троп здесь, дорог нету вообще никаких. О-о-о. Болото, капец. Вообще летом не пройти. Попробуем обойти его. Ой, ужалилась даже чем-то. Ой, лишь бы не утонуть. Нельзя стоять долго на одном месте. Засосет нахрен. Видите, да? Иду, меня прямо засасывает. Все, я нашла свои метки зимние. Все, правильно, хорошо. Моя зимняя метка. Сейчас я вам ее покажу. Ой, засасывает быстрее. Нельзя прямо ни на секунду останавливаться. Слышите, как... Вот. Найду постараюсь этот кадр, где я сижу зимой на этом. Вот я дошла до метки. Вот пень, на котором сидеть. Посидеть на нем, что ли? Отдохнуть прям не могу уже. Ой. Вот я сижу на своей метке зимней. Бог даст, найду эту метку и покажу. Отлично. Если дальше будет такая же тропа, нам не пройти и двух километров. То есть тропы нет никакой. Отсутствие полное. Трава по шею. Вот идем по такому лугу. Трава... Это меня так мотает. И когда пишут, держите ровнее камеру. Блин, ну это невозможно. Под ногами в мины. Идешь, равновесие еле держишь. Вот изо всех сил ровно стараюсь держать. Вот это все эти манжетки цветут. Манжеточки. И шиповник зацвел. Ой, проваливаюсь. Отцветают купавки. Вот они уже отцветают. А вон та еще не отцветает. Они всегда на мокрых таких местах растут. Ой. О. Такие красивенькие. Мы их не рвем. Таскаться больно надо. Ой, ой, ой. Провалилась. Продвигаюсь по бездорожью, по полному. Никаких дорог, никаких троп. Топчу сама. Манжетки цветут. Немного проваливаюсь. Ой. Тут кто-то лежал. Или что? Так. Лавочка взлетела из-под ног. Ну-ка, может быть, там будет лучше. Топчу. Мокрый такой лук. Соловей. Соловей-соловушка. Ну вот. Сейчас мы дойдем вот уже под деревья. Почти дошли. Может быть, будет лучше. Это тропы. тропы животных или кого. Фу. Я думала, тут хоть люди чуть-чуть прошлись пару раз. Сразу такая холодина. Сыра. Надели мой рюкзак на плечи. Взяли с собой. О, дрозды. Или кто-то перелетел. Взяли с собой краюшку хлеба. Водички. И пошли вперед, куда глаза глядят. Ой, я иду по такому сырому месту, что просто капец. Ой, сырый как. Фу. Чего ж тут так сырый-то? На встречу солнцу, на встречу облакам. Между прочим, по-древнерусски. Облака. Вот. Вот тропата. Теперь пойдет дело лучше. По-древнерусски. Облака. Раньше говорили. Облака. Поэтому слово обволакивать. Мы немножко с тобой неправильно зашли на нее. Вот она. Смотри, какая хорошая. Вот. Она вот так вот немного шла. А я и думала, тут должна быть она. Понимаешь? Вот она, видишь, какая хорошая. И дальше она идет такая же. Нормальная. Ой, мы шли по такой ужасной. По пояс. Сырой. По болоту. И вот. Я думала, тут нету. А нет, тут есть. Слава Богу, есть. Просто я не знала, где она. Тут даже кто-то, смотрите, скакал. Следы. Такие, как от копыт. Пойдем к птицам. К земле. Пахнет природой. Даже как будто кто-то проезжал. Следы-то. Велосипед или мотик. Ой, сколько тут дроздов. Прочь из города. Нам нужно напитаться жизненной энергией. Сегодня у нас 6 июня. Нашу самоизоляцию продлили в Перми до 15-го. И у меня как раз отпуск кончается. Не знаю, что ждет нас дальше. Такой вот нынче. Кто думал, что так будет? Старая метка. Здесь я на лыжах ходила. Ой, летом ни разу. Продвигаемся по тропе. О, какой, наверное, кузнечик. Эта штучка упала сверху. Очень сыро. Вообще сыро. Приходится обходить. Это еще самое сухое место. Да уж. Пахнет, знаете, вот речками. Здесь где-то еще и речка. У нас вот такие лета. Либо у нас холодрыга, либо вот такая жара адская. Хуже, чем в Сибири. Все говорят, вот Сибирь, Сибирь. На Урале-то покруче. В Сибири мягче. Вот кто-то, видите, испохабил на мотике. Или на квадрике. Что эту тропу делают люди? Специально для пешего и для лыжного туризма. А эти портят нам все тут. Им не хватает экстрема покататься. А нам, понимаешь ли, ходить некак. Видите, вот что делается. Придется обойти. Ходить или так идти по грязи. Пробую, ладно. Может, не провалюсь. Потому что обходить это тоже жесть. Тут вообще... Тут вообще бросили какой-то, смотрите, откуда это деревяшки. Их вообще... Вот свежие прям видно. Кто-то бросил. Ну все, мы уже вышли на одну из дорог. Вторая куча огромная. Вот только что следы свежей машины. И там еще сзади уже я не стала снимать. Если от лыжной базы считать, то до Сылвинского вот сейчас выходим. До четвертого километра, если по такой разметке считать. Вот они с этой... С тракта заезжают. Раньше там перекладина была, а потом они ее сломали. Так. Прошли мы Сылвинский тракт. Вот она, береза, зимний ориентир. А мы продвигаемся вперед. Сейчас, короче говоря, ну блин, я не записала это. А я всегда торможу. Встретили двух велосипедистов. Они у нас спрашивали, куда лучше поехать. Вот мы с ними минут 10 потрекали. Тоже такие же, ну как мы, только они этот район не знают. они с индустриального сами. Хотели, вот как мы. Я говорю, да нафиг вам это надо. Вот туда, полкилометра вверх возьмите и через архиерейку проедете. Ничего не имеет. Якушка. Лок. Тут вот такие вот тоже култышки. Купавки. Сейчас, смотри, вот по этой стороне лок пойдет. Так, вот мы идем. Дошли до четвертого километра. Сейчас идем. И вот встретили мы двух велосипедистов. Ну, потрещали с ними так. Думаю, что я же не записала. Вот я торможенная. Ну, интересная получилась беседа. Я им тут рассказала эти все тропы, где, куда, что можно проехать. Мне говорят, с великом мы это, а вы не, лучше не суетесь. Это все мыть, потом чистить. Лучше вон, говорю, через архив... Километр, говорю, дайте вверху. О, какая! Вообще! Километр, говорю, дайте, и подвигаемся. По тропе. Вот, велосипедисты. Ну, они сказали, мы, говорит, доехали. Они тут с километра полтора, видимо, проехали. вот следы, видимо, их... Смотрите, какая! Какие купавки! Сейчас мы идем, видите, там леса бесконечные будут. На 10, на 40, на 50 километров все может идти. Бесконечные леса наши прикамские, пермские леса. Так, впереди, кажется, видна поляна. пришли и внезапно уперлись в четвертый километр. Но мы прошли уже сегодня километров шесть по бездорожью. Помню этот отворот. Вот такая хорошая тут тропа. По ней все, идем и идем. Вот смотрите, как часто падают в лесу деревья. Вот эту тропу ее чистят, постоянно пропиливают энтузиасты, любители. И вот опять выворотень упала осина, да? Осина? Тополь? Опа! Вот они потом с пилами тут с собой пилы берут и всю эту дорогу прочищают. распиливают. Ну, как бы стараются. Нитки висят. У меня они даже сняты на зимнем видео. Так они сейчас, смотрите, так высоко, да? Вот. А когда зимой на лыжах едешь, они вот так вот смотрят, опять наш путь пересекает как типа болото. Я пошла по центру и провалилась. Пришлось обойти вот так вот краем иду. А, ну сейчас речка будет, кстати, слышишь? Только я не знаю, она летом какая, в таком состоянии. Ой, 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 ой. Да тут вообще там нам вообще там, наверное, не пройти будет. Видно вам, да, что тут болото? Купец. Есть ли здесь речка, а? Или она пересохла? есть, но очень слабая. Вот она. Опа. Так, вот тут посильнее бежит вроде. Поэтому и сыро так. Что здесь если воды набрать еще? Чуть-чуть. Короче, в этой речке набрали бутылочку воды, пришлось немножко тут раскапывать и ждать, когда муть кончится. Помою руки. Немножко замаралась как пузыло. Такая хорошо. Я соленая. жарища. А дома холодина. Дебри сменились открытым местом. Идем пока по открытому месту. Тут вот тропка даже явная и даже сухо. Сколько здесь этих купавок. Все главное туда мордочки повернули. солнце там, потому что вот тут косить бы, да? Сколько скоту сена. У нас же не цель километров, перед нами на дороге растут. пройдя через открытое место, мы опять входим вот в такой тоннель. Там лог пошел сбоку. Я взяла пауэрбанк и забыла провода к нему. Вообще у меня голова вообще не варит. Нам на пути попался вот такой опять выворотень елка. Елки видите у них какая корневая узехонькая. ненадежные деревья. Вот распилили свежие свежие это очередные ленточки обозначающие тропу. А мы идем дальше. Вот мы выезжаем на поляну с двумя соснами перед пятым километром которые красота, да? Вот они меткая эти сосны. Тут такая поляна и цветут и колтышки тебе и гераньки.